Всем привет, меня зовут Ольга, мне 42 года, 2,5 года назад я переехала жить в Москву одна с двумя детьми. Я воспитываю свои детей одна, поэтому я соло мамой, потому что воспитываю их соло, не в дуэте, к сожалению, так получилось. И сегодня я хочу поговорить на тему того, почему и как я экономлю на продуктах, на еде. Когда ты воспитываешь ребенка, когда ты вообще отвечаешь сам за себя, это одно дело. Когда ты воспитываешь ребенка, это другое, когда ты воспитываешь двое детей, это совершенно третье, совершенно иное дело, когда ты отвечаешь один не только за себя, но еще и за две другие жизни. И нужно постараться им дать, если ты маленький, жизнь дай им, дети, нужно постараться дать им максимум в жизни. И хочется дать им и то, и это, и пятое, и десятое, везде их записать, на все кружки, и покупать им только самую лучшую одежду, самую лучшую игрушку, но все это нужно деньги, деньги, деньги. физически столько работать и зарабатывать иногда не получается поэтому приходится экономить вот там кот у меня ходит вот приходится конечно мне сейчас многие скажут надо больше работать на больше зарабатывать но есть какие-то пределы то есть в пределах чего я могу работать не повредив своей нервной системе повредить своем здоровье то есть меня были такие периоды когда я перерабатывал настолько я работаю учителем в школе преподает английский язык и одно дело одно время сидела на репетиторстве очень плотно потому что в регионах очень плохо платят учителя в школе и вот я сидела на репетиторстве так что у меня иногда было по 10 уроков в день и летом мне такое было один раз что летом я заболела так сильно что проболела все лето то есть организм не сказал что все стоп хватит всех денег заработать невозможно нужно тратить иметь их рационально вот когда приехала в москву я строил школу учителем меня очень порадована зарплата но день за дня день за днем где 9 до дня я понимал что мои деньги все вот так вот как песок сквозь пальцы утекают куда деваются деньги вроде зарабатываю а куда кто куда иногда такое хватает что вот мне сегодня хватит на метро доехать до работы а на работе я сегодня должна получить аванс там или зарплату и тогда все будет отличие то есть нет деньги уходили прямо в ноль я стала вести свой бюджет и обнаружил что на еду меня уходит какие-то совершенно приличные суммы там могло и 40 тысяч уйти на еду и 35 я считаю что это очень много для троих человек двое из которых дети 40 тысяч месяц на еду это очень 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 много мне стало жалко так так жалко стал этих денег так обидно я могла потратить их там и на то и на это котик иди сюда не хочет вот могла бы купить что-то детям могла бы себе что-то купить куда-то съедить а мы в эти деньги буквально вот буквально смысле слова сливаем унитаз поэтому я стала экономить если вы смотрели если вы были на моем канале вы смотрели наверное плейлист живу на пять тысяч там я пробовала две недели прожить на 5000 определенную сумму это было конец лета как раз и конец лет обычно в числе деньги кончаются я решила попробую я понимаю как много денег у меня уходит на всякую ерунду вот потом уже когда другой другой у меня был эксперимент когда на 3000 жила там уже было проще там уже две недели на 3000 прожила плюс потому что и цены поднялись вот и сейчас я очень экономно расходу семейный бюджет и на еду очень приличные деньги экономлю то есть меня выходит в москве я трачу на еду на трое нас троих 13 15 тысяч в месяц вот уже несколько месяцев у меня такое идет при этом очень рада декабря конечно было больше потому что был новый год я лежал в больнице но в январе зато меньше было но в целом так оно и получилось что получится точнее что приблизительно за два месяца у меня уйдет 30 тысяч на еду то есть 15 максимум месяц вот я хочу поделиться с вами собственно говоря своим лайфхаками которым я пришла своим собственным умом как это говорится умные учатся на чужих ошибках а дурак на своих вот я из 2 категории к сожалению вот значит первое что я рекомендую всем кто хочет как-то свои деньги придержать и не тратить так много именно на продукты это убрать из своего рациона готовы готовое питание всякие там киевси выпечки из пекарен еще что-то может быть шаурма хот-доги и прочее 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 сладкая вата и прочее это только по праздникам сейчас извините только по праздникам только по особым случаям только если прямо совсем в край очень надо это не знаю это лучше зайти купить что нужно и уйти не заказывать домой потому что доставка зависит вас вынуждает покупать больше когда вы заказываете доставку получается что а вот закажите еще на 300 рублей доставка будет на 100 рублей меньше там так очень любит особенно зеленая вот эта фирма не будем говорить название такое вот проворачивать ну и желтый желтый черно-желтый тоже такое любит что чем больше ты заказываешь еды тем меньше тебя стоит доставка и вроде как ты сэкономил но в то же время ты много заказал и так первое правило это избегать покупки готовой еды потому что своя еда приготовленная вами лично она конечно очень намного дешевле сейчас начнутся умники говорят что вот потратить посчитайте время которое вы потратили электроэнергию который там плитка берет и так далее я хочу сказать что время которое я трачу на готовку еду я все равно провожу их рядом со своими детьми то есть мой ребенок что-то там пишет прописи еще что-то делать мы болтаем разговариваем смотрим кино одновременно там на кухне включают планшет и мы смотрим кино болтаем играем потому что то свое там не рассказывать все равно это время привожу с ребенка как раз я буду приводить его сидя на диване с ним или стою плиты я считаю что это не имеет значения вот к тому же своя собственная еда приготовленная она такой стоит неповторимый как говорят сейчас современные молодежь вайп приятный такой настроение такое вот домашнее что-то свое родное потом поэтому очень сильно дети скучают когда вырастают и ты можешь их порадовать когда они вырастают идти приезжают ты приготовишь то любимое с детства и так домашние да это наше все второе что я рекомендую делать это не покупать продукты впрок те которые вы в которых вы не уверены то есть многие люди я знаю подвержены тому что ну это не их вина скорее вина маркетологов не покупают продукты которые они есть скорее всего не будут но покупают их потому что вроде бы это правильно красивая упаковка я потом это поем и так далее и не едят приведу простой пример очень полезная еда есть творог очень полезная никто не будет спорить да там много кальция они многих диетах использовать творог много чего можно приготовить вареники и сырники вот и я очень часто покупал творог а потом выкидывала потому что то забуду то неохота то там ребенок меня не ест то еще что то и он лежит 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 потому что приготовлю приготовлю опа все срок годности вышел до свидания или например одно время увлеклась выпечка и накупила себе всяких штук для выпечки тортов всякие глазури посыпки и шкита разрыхлитель и прочее прочее теперь она все это грустненько у меня лежит и ждет и участие уже несколько лет потому что руки не доходят мне это готовить то есть правило такое купил приготовил съем чтобы это не было лишним дальше третье правило нужно придумывать свое меню то есть приблизительно можно прямо на неделю расписать и многие так делаешь на неделю расписать что они будут готовить и есть например я на этой неделе готовлю два супа я на деле готовлю плов варю макароны жарю котлеты там не знаю жарю курицу и делаю салаты соответственно составляю меню я составляю список продуктов и с этим списком топаю магазин покупаю только то что по списку дальше я советую всем избегать дорогих магазинов то есть до качественная еда это важно но иногда некоторые магазины переплачивают забор и заставляют заставляют вынуждать вас переплачивать за бренд например такие магазин как вкус вилл или перекресток я считаю что вкус например бананов в пятерочке вкус бананов перекрестке вкус вилле он совершенно одинаковые одни и те же бананы с одной и той же грядки в африке вот но вкус вилле они будут стоят вам 180 рублей 200 в пятерочке 110 например да и так с многими другими продуктами вот поэтому ну и самый тоже низший сегмент я тоже не советую если честно сети ста фора вот мне кажется там очень некачественные продукты и истекшим сроком годности часто продают так далее то есть должны быть продукты самые недорогие но качественные вот так скажем дальше что еще я советую тем кто иди сюда эльдар тем кто экономит пытается как-то сэкономить на еде брать перекус с собой обязательно когда куда-то едете особенно с ребенком начинается я хочу кушать купи мне пирожок купи металку примечка чупс купи мне это я с собой беру всегда или чай с молоком в термокружке и какие-нибудь блинчики заворачиваться во фольгу или булочки или бутерброды и тоже чай или на себе это кофе ребенку чай беру вот и всегда есть собой что покушать яблочко там банан так далее чтобы не было такого спонтанная захотел есть я пошел купил что-то дальше еще что советую я советую покупать сезонные овощи и фрукты то есть если например вы любите очень сильно не знаю что там помидором скажем да но понятно что зимой они вырастают в цене в 3 в 4 раза и часто зимой не очень качество но можно качество найти но они будут очень намного дороже да вот овощи нужны в рационе да но есть и недорогие овощи там пекинская капуста например свекла прекрасный овощ не сильно недооцененный морковь обычная белокочанная капуста но то есть зимой нужно покупать такие вот овощи которые хранятся и выращиваться в россии еще я очень советую исключить из своего рациона если там он есть алкоголь потому что во первых стоит дорого не оправдан даже самое недорогое там вино или пиво это достаточно серьезный удар по бюджету вот а вторых человек когда находится в состоянии алкогольного опьянения он себя не очень контролирует хорошо и можешь наесться всякого или накупить всякого поэтому лучше этого избегать если у вас есть повод чтобы выпить то можно собраться с друзьями конечно да что-то пригубить и тогда бокал вина выпить так далее но я вот советую алкоголя всеми силами избегать я сама не пью последний раз ну почти не пью и если можно сказать за последние лет 5 я не знаю сколько там пару бокалов вина если выпила да наверное все потому что даже на новый год я не покупали шампанское ничего вот поэтому я вам советую очень сильно исключить алкоголь и так давайте подводить итог сейчас мы скажем и так первое что мы делаем мы убираем всю готовую еду из своего рациона второе готовим очень много сами покупаем только то что мы точно сидим не выкидываем еду третье берем всегда с собой перекус и на работу кстати собой обеда тоже нужно брать лучше ну если вы стесняетесь вы можете делать как делала одна моя подруга она брала наливала себе суп в банке от йогуртов и ела питьевой йогурт ну типа типа она ест йогурт сама там гороховый суп но это конечно смешно ну надо воспитывать себя тренировать уверенность себе потому что это ваш бюджет и ваши деньги какая кому кому разница вот берете обеда с собой обязательно не выкидывайте ничего и едите только то что мы покупать только то что едите идите сезонные в основном продукты и еще я вам очень советую такую штуку как замороженная готовая еда это просто супер штука короче сейчас расскажу лайфхак я совсем недавно этому научилась тоже открылась я теперь пользуюсь с большим удовольствием варить его например большую кастрюлю супа ну допустим гороховый суп едите его день-два на третий день надоедает он их как бы уже пора его доедать но не хочется выливать его жалко продукт потрачено время проведен плиты тоже потрачено вы берете обычный пластик контейнер для еды но я беру у меня круглый контейнер для супов наливаете ставите в морозилку но естественно надо ставить застан как это остывший не горячий морозилку все в один прекрасный вечер вы приходите домой с работы уставший как собака готовить вам сил никаких нет желание кстати тоже достаете из морозилки этот контейнер ставите на 5 минут в разморозку потом давайте до кипения и пожалуйста у вас готов ароматный суп который потратили сколько 6-7 минут на то чтобы разморозить типа греть вот вот очень советую замораживать можно все кроме как вот я насколько знаю кроме крахмальца какие-то вещи типа макароны картофельное пюре вообще любой картофель после заморозки не очень хорошо себя ведет мне например не нравится вкус картошки в супе и после заморозки она короче нет мне не нравится вот поэтому я делаю прям больше фасоли он отлично вообще переносит заморозку горох и супы с картошкой делал тоже отлично переносит заморозку что еще замораживала пробовала грибы с курицей ойс как ее с гречкой гречку с грибами и с луком курицу с гречкой тоже с луком такие вот продукты рис вот тоже говорят нельзя замораживать кто-то говорил что делали замораживали плов готовый и потом ели нормально готовый хлеб можно заморозить булок на печь сразу и потом блины и так далее если вы плохо относится к замороженной день замораживайте полуфабрикаты можно их делать тоже самим те же самые вареники с картошкой пельмени котлеты тефтели все это можно заранее заморозить потом готовить это все очень быстро вот если я кому-то наскрыла на что-то глаза я очень рада если кто-то уже все это знал без меня ну что ж вы молодцы если кто-то что-то еще хочет свое добавить вы можете конечно это сделать комментариях и если есть что-то чем вы можете поделиться пожалуйста я с удовольствием почитаю я думаю другие тоже с удовольствием почитать уж тема такая интересная очень всем кто досмотрел до этого момента вам медаль вы большие молодцы вот смотрите все что я несу с умным видом вот всем желаю хорошее настроение приятного аппетита если кто-то кушает все всем пока пока